всем большой привет кто зашел на мой канал с вами как всегда мило и сегодня я хочу переделать некоторые вещи кому интересно оставайтесь со мной для начала я хочу переделать тыкву мне понадобится вот такая керамическая тыква бусы бусы можно взять любые у меня где-то они 45 миллиметров можно взять любого цвета и так я нагреваю пистолет горячим клеем и теперь начинаю приклеивать бусы причем бусы приклеивать буду вот отсюда потому что здесь видите прямая плоскость чтобы наша тыква стояла не заворачиваю я никуда их туда вниз а прям вот отсюда начинаю клеить и отмеряя длину примерно как у меня нужно отрезаю кусочек полосочку как правильно сказать и теперь смело приклеиваю беру горячий клей по моему это вот отсюда было и приклеиваю эту полосочку хорошенько промазываю чтобы бусы держались и так вот потихоньку накладываю теперь здесь я не промазала промазываю дальше и приклеиваю лишнее убираем так обклею сейчас сутыку таким образом и вернусь к вам вот я заклеила все тыкву буду ее красить но прежде чем я буду ее красить мне нужно сделать еще одно изделие потому что я побрызгаю из баллончика и она должна высохнуть поэтому сейчас пока тыкву сторону беру стаканчик из-под йогурта вот такой вот большой шар бусину деревянного покрашена черная на неважно где-то на три сантиметра стаканчик маленький из-под йогурт сразу скажу что это будут колокольчики несколько штук беру веревку отрезая это вспомогательная веревка потом она не понадобится поэтому я продеваю веревку в дырочку сделанную ножницами по центру туда вовнутрь и внутри сделаю узелок чтобы держалась наша веревка и наша бусина и так вытаскиваю с этой стороны завязываю узел можно было сразу завязать узел проделить в общем как то так так завязываю узел протягиваю узел до конца и просто заливаю клеем заливаю клеем чтобы это все хорошо держалась с этой стороны тоже залью так сейчас она схватится теперь веревку продеваю через шар ту дырочка большая позволяет это сделать теперь здесь наливающую клей вокруг этот шарик подтягиваю и приклеиваю стараюсь по центру смотрю чтоб он сдвинулся устанавливаю правильно как лечу горячий и вот сюда тоже заливаю клей так у нас хорошо эта бусина будет держаться веревка закрепляет это все ну как я сказал это такая прообразная веревка потом мы ее уберем вот теперь беру бусы те же самые и приклеиваю их сюда на мой колокольчик промазываю клеем вот здесь и приклеиваю вокруг получилось вот так и да кто любит язычок сделайте петлю привяжите сюда бусину язычок веревку шариком палочку что хотите я не люблю вот эти колокольчики с язычками поэтому у меня колокольчик будет без язычка желательно покрасить черной краской если вы делаете как я у меня черная нет у нее из граффити но она почти черная покрашу внутри краской и снаружи из баллончика красить буду на балконе вот на такой большой доске и крашу не бойтесь веревку потом я уберу как я сказала внутри я покрасила поэтому краска немножко течет в общем одной рукой неудобно покрашу и покажу вам вот я его покрасила пусть сохнет есть потеки но это не страшно мы потом еще будем закрашивать моя пока возвращаясь наши тыквы буду красить вот такое коричневой краской средний цвет краски беру много потому что у меня еще одна тыква мне нужно две сделать сегодня и добавляю соды добавляю соды где-то чайную ложку усыплю так на глаз проверяю хорошо же или закрашиваются мои бусины если нет то нужно добавить еще соды немножко так и перемешать вот теперь я могу красить тыкву хвостик пока оставляю его не крашу крашу вот где бусины хорошенечко втираю таким образом так сейчас я полностью покрашу и вернусь к вам причем девочки я хорошо вот втираю возле я покрашу сразу обе и посушу и покажу что из этого видеть из белая получилась такая страшненькая тыковка я знаю что есть любительницы таких страшных цветов и оттенков у них все бывает прямо все подряд в таких оттенках ну мы не будем на останавливаться на этом я буду еще раз покрасить или уже оставить так я оставлю так скорее всего потому что сверху пойдет светлый цвет вторая тоже такая мрачная как будто с хеллоу мина пришедшая и так теперь кто за мной повторяет нужно покрыть это все лаком потому что если сейчас я буду наносить более светлый тон соды то этот слой он может растаять из-за влажности поэтому покрываем лаком у меня вот такой вот глянцевый и я потихонечку все это покрою и посушу теперь беру белую краску она у меня называется хайдска перлак то есть это для батарей для отопительных батарей забыла как называется сюда добавляю немного коричневой чтобы она не была совсем белой перемешиваю получается такое светло-бежевый или кремовый цвет больше красивой люблю перемешивать на таких больших тарелочках можно все хорошо перемешать и собрать кучку так теперь мне нужен поролон кисти желательно мыть сразу под проточной водой не замачивайте стаканы просто краска вот здесь застревает твердеет и потом надо будет какой-то железной щеткой вычать то есть моем сразу и все без проблем теперь поролончик я беру кухонный кусочек картона макаю в краску но немножко отбиваю убиваю и потом это все покрываем получается вот такой вот эффект красивый тыквы снова набираю краски и вот такими похлопывающими движениями прокрашиваю мою тыкву но здесь я побольше пройдусь потому что что-то совсем здесь коричневая немножко перекрыть возле бус этот цвет так мне нравится уже и вот здесь тоже так покрашу тыков и вернусь к вам у меня получился такая тыква так я такое хотела теперь 2 получились две вот такие винтажные тыковки теперь нужно покрасить мне хвостики девочки сушу слегка теплым феном потому что горячим бусы могут отклеиться поэтому сушить лучше прохладным воздухом чем горячим теперь мою коричневую краску которая осталась еще добавляю немножко желтой такой светлый немного белой девочки учитесь смешивать краски не обязательно их покупать покупать очень дорого всякие оттенки и краски поэтому учитесь сами смешивать и еще хочу ответить на вопрос да мы были неделю в бельгии неделю был отпуск у нас девочки спрашивали у меня в телеграме личке откуда мы ехали мы ехали из-под кельна это норд районисфалия земля в общем четыре часа мы ехали из нас какой земли вы хотите ехать туда мы были в разных городах бельгии и квартира которую я показывала есть видео стоит то есть это дом часть дома стоила 135 евро сутки теперь крашу хвостик почему не сильно темный делаю хвостик потому что тыква сеть сейчас она уже более светлая поэтому сильно темный был бы не очень хорошо а так будет более логично смотреться симпатично и посушу потом здесь уже есть сода этой краски поэтому соды больше не добавляла еще что-то девочки спрашивали сейчас я вспомню что уже спрашивали а девочки я смотрю youtube подписывает тех кто давно не заходил на мой канал или смотрят редко я знаю сейчас еще дачи огороды и консервации всякие проверьте свои подписки пожалуйста потому что вас youtube подписал вы не увидите видео будете искать поэтому снова подпишитесь у меня такая же история на тех каналах которые да у меня их много на который я подписалась и я их не смотрю также на телеграм-каналах да я подписана но многие не смотрю поэтому проверьте свои подписки так бывает что youtube подписывает тех кто давно не смотрят так сейчас посушу и вернусь к имейте ввиду что краска при просушке акриловая темнеет а вот какими красками пользуюсь в основном акриловыми девочки спрашивали в основном акриловые краски разные и для ремонта и для для декора да в общем какие попадутся такие берут теперь смотрите у меня был набор игрушек они были все цветные в пятнах я их перекрашивала вы уже видели я как-то показывала несколько раз да очень красивые но корова у меня осталось пятна эти все я перекрашивала корову не причем извиняюсь камера у меня тут свернулась я пыталась тут видите растворителем почистить почему-то никак не краска не очищается сейчас я корову покрою вот этой краской хочу сделать ее рыжий но пока это у меня осталось я вот покрою а сверху буду второй слой покрывает рыжий все равно черные пятна нужно как-то закрашивать поэтому одним слоем не обойтись вот девочки кто хочет перекрасить корову и сделать его осенний шутка ну да осенним цветом рыжим то имейте ввиду сначала нужно сделать вот такой грунт с пищевой соды а потом уже можете красить той краской какой вам нравится покрашу корову вернусь вот смотрите уже хорошо перекрылись эти пятна черные у нас наборах например коровы всегда вот такие пятнистые почему-то я набор покупала в коде много лет назад в этом году тоже видела почти каждый год они выкладывают к лету эти наборы и стоят они 4 евро по моему там и свинья есть козел барашек корова конь так сейчас я посушу перед второй покраской мы опять покрываем лаком потому что если опять покрывать сверху то может краска таять и обсыпаться и до тыквы тоже покрываем лаком теперь сюда же я в эту краску добавляю красной краски опять коричневая перемешаю получается вот такой вот светло коричневый рыжий немножко цвет но холодный коричневый цвет получился и опять крашу коровку мою уже цвет более-менее даже можно было еще красного нет желтого добавить чтобы она была немножко уже хороший цвет режиме уже нравится красивый такой вот рыжий коричневый нет он не рыжий скорее всего коричневый просто холодный коричневый цвет так сейчас я покрашу посушу и вернусь к и смотрите какая красивая корова получается было пятнистая стала буре буренка буренькая тем временем наш колокольчик высох как я говорила с потеками но это не страшно сейчас это все закраситься так беру золотую краску вот такую более желтую и теперь солнце потухнет то погаснет осенью все время приходится настраивать камеру подстраиваться под солнце что я делаю я беру прямо так пальчиками хорошенько обмакивают краску и вот так вот тираю в край немножко чуть дальше захожу туда во внутрь чуть-чуть вот здесь по краю хорошенько промазываю теперь двумя пальчиками тираю золото вот таким образом видите я же сказала что все перекроется не будет все руки правда у меня будут золоте золотые руки как вы говорите золотые руки будут наконец-то и хорошенько втираю не стесняюсь тираю по всему колокольчику даже на вот эти потеки идут на плюс на помощь потому что наш колокольчик он такой кого-то немножко винтажный состаренный и втираю вот так хорошенько втираю край тоже вот здесь вот так просто этот шарик беру и вот так промазываю со всех сторон просто туда во внутрь я не захожу там остается черным и здесь видите тут тоже чернота остается но у меня как я говорила граффити или такого темно-серый что ли вот и вот так втираю втираю немножечко наводя такие пятна и полосы и потом оставлю на просушку можно вот так сделать конечно то будет видите какой металлик но я решила сделать с таким образом полосатым можно в длину длину ширину поперек или вдоль делать как вам нравится вот ну принципе я уже довольно и оставлю сушиться но видите у меня видно шарик поэтому я возьму сейчас ватную палочку и там тоже я немножко пройдусь ватной палочкой и так опять таки хорошенько я вот намочила крашу не внутри а только вот где видно мой шарик нижнюю часть шарика прохожу таким вот образом черный остается внутри можно сделать покрасить шоколадной краской вот тогда наши колокольчики будут не как состаренное золото а такие более рыжие что ли так ну вот теперь посушу теперь беру веревку шестерку и нагреваю пистолет с горячим клеем пока пистолет нагревается покажу вам я вчера сделала подносик здесь 5 сантиметров диаметр 20 и просто шпажки снизу давно хотела такой маленький удаленький теперь смотрится красиво теперь я вам сказала что это веревка временная то что то не держаться красить и чтобы она скрепила шарик со стаканчиком я ее под корень срезаю приклеиваю вот эту сверху хорошенько приклеиваю подержу немножечко обрезала веревки 40 50 сантиметров где-то и теперь проклеиваю здесь вокруг веревкой хорошенько промазываю что все это не махарилась приклеим иду немножко вверх так и опять приклеиваю такую пумпочку сделаю получился вот такой вот колокольчик умеет три таких так теперь у меня разная длина веревок я сейчас свяжу их вместе узлом разной длины они у меня получается вот так разной длины все один линии другого и вот здесь узел на конце одну веревку я обрезала из 2 сделала вот такую петельку видите приклеила ее здесь и 3 я немножко здесь как обмотаю вот так вот обклеил чуть-чуть чтобы было аккуратно получилось вот так и теперь я подвешу эти колокольчики и сверху еще я хочу приклеить вот такой зеленый бантик он великолепного такого натурального зеленого цвета мне кажется очень хорошо это все смотрится покажу издалека то все не влазит с другой стороны тоже можно использовать как осенью так и зимой и вот спереди так выглядит увеличу и уменьшу так вот смотрится